Алма-Атинская декларация как базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном принята обеими странами. Это необратимая реальность, так как она констатирована на высоком уровне обеими странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. Чем дальше идет процесс делимитации, тем больше война лишается основания, лишается логики и становится нелегитимной. Впервые в истории Армении мы создаем гарантии безопасности нашими суверенными решениями, своими же руками. Суверенитет — это когда ты можешь встать лицом к лицу со своими проблемами и находить суверенные решения. Мы не хотим управлять процессами в направлении возможности войны. Мы хотим управлять процессами в направлении невозможности войны. Мы можем прекратить процесс делимитации хоть сегодня. А что будет потом? Потом будет одна простая вещь — война. Эта война будет преследовать цель, я убежден. Изначально целью было это — не допустить делимитацию. Причем война в этом случае не будет нелегитимной в какой-то мере. И те силы, которые требуют прекратить делимитацию, в том числе при поддержке внешних сил, сделают все для оккупации части территории Армении, чтобы использовать это для смены власти в стране, сказал армянский премьер. Пашинян заявил, что не выполнит требования оппозиции и не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Делимитация границы Армении с Азербайджаном в Тавужской области завершена на 90%. Армянский премьер также представил свое видение отношений Ирявана с региональными государствами. Он отметил, что Армении необходимо углублять и развивать добрососедство с Грузией и Ираном, а с Турцией и Азербайджаном управлять, сокращать и устранить враждебность, интегрировать региональные транспортные маршруты, налаживать и развивать экономические связи. «Я не получил приглашение от президента России Владимира Путина», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос, почему он не принял участие в церемонии инаугурации Путина, тогда как посетил инаугурацию президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в 2023 году. Пашинян отметил, что получил приглашение от президента Турции для участия в инаугурации и принял его с учетом повестки нормализации армяно-турецких отношений и ее специфики. «Я не получил, вроде, приглашение от президента России, но если бы и получил приглашение, то сегодняшний разговор был бы для меня не менее важным, так как, очевидно, мы обсуждаем очень важные вопросы». «Надеюсь, что и вы это оцените аналогично, потому что если вы оценили это как неважное, то зачем тогда задавать свои вопросы», — подчеркнул армянский премьер. Пашинян заявил, что Иряван принимает самостоятельные решения и не должен спрашивать разрешения на развитие отношений с кем бы то ни было, в частности, с ЕС. «Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов». «Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения. Мы независимое государство и будем строить отношения исходя из этого», сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии отношений с ЕС. «Относительно ОДКБ премьер-министр отметил, «ОДКБ нужна война, чтобы остаться в Армении», — заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян. «Самой большой проблемой с ОДКБ было то, что эта организация хотела прибыть на территорию Армении не как союзник, как было предусмотрено, а в качестве миротворцев». «А что нужно для миротворцев? Нужна война, а в этой ситуации, когда возможна война, если мы откажемся от делимитации, а те, кто требует отказаться от делимитации, вот тут цепочка и замыкается. И это логическая цепь, не больше и не меньше», — отметил Пашинян. На пресс-конференции он отметил значимость процесса делимитации и демаркации границы, включая возвращение оккупированных сел Азербайджану. Пашинян подчеркнул, что существующие гарантии безопасности оказались недостаточными, и власти предпримут все возможные шаги для усиления этих гарантий, включая увеличение числа пограничных столбов. «Пограничные столбы в Тавушской области, гарантия безопасности Армении», — сказал Пашинян. Говоря о мирном договоре, Пашинян отметил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до ноября в рамках известных принципов. «Для достижения этой цели нужно зафиксировать в документе все принципы, согласованные на переговорах, и эти принципы публичные», — сказал армянский премьер, подчеркнув, что надеется на прогресс по итогам предстоящей встречи главы МИД двух стран в Алматы. Пашинян также назвал несерьезным разговор о своей отставке на фоне протестов оппозиции из-за делимитации границ с Азербайджаном. «Я десятки раз отвечал на вопрос о своей отставке. Я подавал в отставку и не раз. Постоянно подающий в отставку премьер Армении — это уже несерьезно», — сказал Пашинян. «Наконец, Пашинян высказал обеспокоенность политическим движениям под руководством католикосов всех армян, которая, по его мнению, направлена на возвращение к власти предшествующих режимов». Католикос всех армян сегодня возглавляет политическое движение, а бенефициар движения — Роберт Кочарян. Премьер Армении сказал на пресс-конференции, что цель этого движения — возвращение к власти предшественников. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.